Привет, ребят! Меня зовут Алексей. В этом видео я хочу рассказать, как я вообще знакомлюсь с средой. Ну, скажем так, с новой страной, когда в путешествие нахожусь. Вот, вообще, как я там день проходит, как я общаюсь, вот. Ну и вообще, что происходит. Вот. Значит, какая ситуация? Я путешествую уже несколько месяцев. Вот, может быть, для меня так интересно, когда близко, конечно, гонимся с какой-то другой страной, например, в Швейцарии, там, с Францией. Вот. Соответственно, интересен новый язык. Конечно, понятно, что можно там выучить английский, его, что-то, люди о нем разговаривают, там, что люди здесь есть. Но все-таки хочется, как-то, как-то, прикоснуться, там, например, к Франции. Особенно, как его прикоснуться? Через язык, через контакт, через общение. Вот. И здесь что происходит? Если я такой маленький, ну, скажем, такой метод небольшой. Я, значит, закачиваю себе приглот вот этого Петрова, там, французский 16 уроков. Вот. И, соответственно, каждый день по уроку слушаю, пока в машине еду. И, в общем-то, один урок его в день. Дальше еще практика на радио. Радио, соответственно, включаю французский, слушаю. И, соответственно, еще пытаюсь, когда где-то останавливаюсь, там, в кафеечке, пытаюсь с кем-то поговорить на французском. Хотя бы чуть-чуть, как-то, прикоснуться. Потому что, в основном, в основном, в основном, во Франции, они там не любят себя, на английском-то. Конечно, они свой язык принимают. Это, в общем-то, так приятно. Конечно, соответственно, не сразу начинается, там, вот, один урок прошел, а я уже французский знаю. Совсем нет. И понятно, что там, за 16 уроков даже, там, я его не выучил. Но, скажем так, прикоснуться, вот этот, вот, вкус хотя бы, я смогу, смогу почувствовать вкус. Вот эту красоту вообще языка, там, потому что пока радио слушаешь, язык очень мягкий, хороший. Вот в этом путешествии, как-то, я по неделе в каждой стране почти был. Пожил, там, в Польше, в Австрии, в Германии, в Швейцарии, вот. Вот как у меня в Франции получился, она как-то растянута была до океана. Как даже месяц получился. Я вот так к ней, более с ней близко познакомился. И, в общем, я рекомендую, вот, если будете путешествовать, вот, мне очень так понравилась вот эта, такая как система, вот, урок по Пинктеру пройти, потом вот дальше вот общение и, соответственно, вот контакт. Вот контакт, конечно, с людьми. Это просто вообще сказка получается. Вот. И, соответственно, мы вместе с Псетифрием, потом заезжал уже в Германию. В Германию то же самое. Уже там даже за два дня на пересечении границы с ней. Еще во Франции я уже начал немецкий, тоже так же закачал полиглот и тоже так потихонечку, соответственно, тоже уже начал какие-то уроки проходить. Ну, немецкий, конечно, сложнее, как передался. Хотя тоже, в общем-то, нормально. Вот. Это уже как-то, после, когда вот эти языки чередуешь, меняешь, даже тут о них не разговариваешь, скажем так, как глубоко ходить не ходишь, все равно уже такой вот этот вкус, какой-то чувствуешь, вот эту небольшую разницу, что там уже какие-то слова определенные сразу, там, с английского на французский, на немецкий переводится уже. Уже вот это и есть. Они очень многие похожи. Вот. Пока рекомендую. Ну и вообще, мне кажется, чем больше к языкам прикоснешься, вот так вот ко всем разным, то, мне кажется, как вот, ближе прикоснешься к секционерам. Вот это, в этом есть определенная красота, вкус. Вот. И в путешествии какой-то дает вот такой, какой-то тонус. Особенно, если пообщаться на родовом языке, там с французом. Вот. Очень приятно. Ну, конечно, соответственно, какие-то нюансы. Понятно, что приходишь на английский, и если какие-то вопросы есть, конечно, ты решаешь их, соответственно, на языке, на которые ты более-менее знаешь. Хотя я не идеал английского. Ну, на базовом углу, конечно, поговорить могу. Какие-то нюансы могу очень. То есть, вот. Вот как-то так, ребята. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Счастливо. До новых встреч.